Битва под Полонкой, сражение русско-польской войны 1654-1667, состоявшейся 28 июня 1660 года у белорусского села Полонка, польско-литовское войско, возглавляемое Стефаном Чернецким, нанесло серьезное поражение русской армии Ивана Хованского, после того как та попала в засаду гусар. Предыстория. После возобновления военных действий с речью посполитый князь Хованский, командуя войсками новгородского разряда, провел ряд успешных кампаний в литовских землях. 8 февраля 1659 года князь одержал победу в битве под меделем над войсками Владислава Воловича и мальтийского кавалера Николая Юдицкого. С целью закрепления русских завоеваний в Литве, Хованскому удалось овладеть стратегической инициативой и установить контроль над большей частью Великого княжества Литовского. В августе 1659 князь Хованский начинает литовский поход. Богуслав Радзивилл так описывал армию князя, которая начала военные действия в Литве. Под Хованским 90 корнетов Райтарии, снабжанные пистолетами и бандолетами, каждой силой в 60 или 70 коней, 5 хорунг думных бояр, под каждой 100 коней, под щербой 30 корнетов Райтарии такой же силы, 3 компании цесарской лейбгвардии по 100 коней. Общая численность полка Хованского достигала 9000 человек, в том числе, около 1300 в сотнях, 2800 рейтар, более 1000 палатской шляхты, до 1500 стрельцов, более 100 начальных людей пехоты и 2338 солдат и драгун. Попытки литовских войск противодействовать войскам Хованского не имели успеха. 27 ноября 1659 года у села Мыта князь разбил войска Якунцевича. 18 декабря у деревни Крынки между Брестом и Гродно одержана победа над князем Яном Агинским. 3 января 1660 года взят Брест. 15 января старший сын князя, князь Петр Хованский разбил и пленил полковника М. Буховича. Плена едва избежали гетман Павел Янсапега, его брат Кшиштоф и Харунжий Литовский З. Слушка. 17 февраля вытеснил за Бук войска полковника князя Александра Полубинского. Полубинскому попытался оказать помощь Чернецкий, чья дивизия переправилась через Бук к юго-восточнее Бреста. Но при приближении князя Ивана Андреевича отступила к Лукову. Князь Хованский пошел на Ляховичи, где взял в осаду войско Николая Юрдицкого. Падение Бреста ставило под угрозу саму Варшаву, до которой оставалось 100 верст. Воюя коронную землю, конница Хованского доходила до Любленной холма на юге и до Лукова на западе. Русские разъезды появились в 20 верстах от польской столицы. Польское правительство было вынуждено прикрыться войсками германского императора. Под Ляши и Мазави поляки расположили на зимние квартиры австрийские войска генерала Гейстера, своих союзников в войне со Швецией. Хованский решил оказать моральное давление на Гейстера, назвав его представителю, капитану Райзенштину, огромную численность своей армии. Согласно рапорту капитана, Хованский поведал мне, что имеет 100 тысяч войска, поэтому Польша сопротивляться ему не сможет. На это я отвечал, для того нас Польша тут как передовую стену против русских и поставила, а при этом цесарь с царем в мире. Он дал мне совет, чтобы мы перешли на другую сторону Вислы, а он эту сторону займет. После успехов Хованского в Литве русское правительство начало готовиться к наступлению на Варшаву. Для усиления армии Хованского к нему был выслан полк Степана Змеева в составе шквандроны, смоленских рейтер, Витебской, Могилевской и Кричевской шляхты, палачинских грунтовых и донских казаков, солдат Я, триллер и шквандроны из генеральского полка Александра Весли во главе с его сыном Робертом, общей численностью 2400 человек. В мае 1660 года на подходе к Слуцку полк Змеева обратил в бегство войско полковников Самуэля Лоскирки, Дениса Мурашки и Новогрудского Хорунжева Франсковича и преследовалось до самого Слуцка. 27 мая полк присоединился к армии Хованского. Еще один воеводский полк стал создаваться 23 мая под командой брата Ивана Андреевича князя Семена Хованского. На усиление его отряда по указу от 8 июня направлялось два солдатских полка Днепром из Киева. В Борисове находились приказ московских стрельцов и добрые полные дворяне московских чинов, которые должны были пристать к полку Семена Хованского. Тогда же к Хованскому были направлены Нежинский и Черниговский полки наказного гетмана войска Запорожского Василия Золотаренко. В целом по планам наступления на Варшаву войско князя должно было увеличиться до от 30 до 40 тысяч человек. После заключения мира с Швецией польское правительство, располагавшее тогда армией, насчитывавшей более 50 тысяч только компутовых солдат, получило возможность перебросить в Литву для отражения наступления Хованского новой части. Правда, внутренние неурядицы в Польше мешали королю организовать контрнаступление. Коронные и литовские сенаторы спорили о направлении главного удара на Украину или Литву, а войска бунтовали из-за отсутствия жалования. Дивизия Сапеги после отступления от войск Хованского составила конфедерацию во главе СС. К мечичам, отказавшись подчиняться Полубенскому, говоря, что он из Курляндии их вывел и их с голоду поморил, а в Курляндии да им было кормно, К мечич предъявил королю претензии о жаловании и даже грозился в связи с этим перейти с войском на службу к русскому царю. Дивизия Левого Крыла во главе с Михаилом Патцем не спешила под команду Сапеги из-за недоверия к Гетману и стремления региментария укрепить личное положение в Курляндии. Росло дезертирство, а в коронных землях распространялись панические слухи о походе Хованского на Варшаву и Пруссию и даже пленение Чернецкого. От 24 до 30 мая в Варшаве состоялся военный совет, где было принято решение о походе на выручку Ляховича войск Сапеги и Чернецкого. Польские командиры спешили сразиться с князем, пока к Хованскому не подошли новые подкрепления. Богуслав Радзивилл предупредил князя Хованского о походе на него войск Чернецкого и Сапеги и сообщил через своего посланника Николая Паремского, что численность войск будет около 10 тысяч человек. Король Допольский послал против великого государя ратных людей Чернецкого и Полубенского, с ним же и Гетман Сапега, а хотят приходить на государевых людей под Ляховичей Авкруну во все поветы, писал король. Тотчас велел сбираться всему посполитому рушению, а кто не пойдет в поспольство, тотчас велел сечь, как неприятели и маятность их отбирать. А прарадзивила Богуслава сказывал, что он с прусским войском не пойдет в королю на помочь. 14 июня 1660 года армия Стефана Чернецкого и 1300 драгун соединилась с литовским войском Павла Яна Сапеги и Услонима, 17 июня оставив для продолжения осады Лихович до 1500 новгородских драгун и солдат. Князь Хованский из 4500 кавалерии и 4000 пехоты выступил навстречу польско-литовским войскам. Ход битвы с целью разведки дислокации противника в сторону Слонима был выслан отряд под командой У. Нащокина, который столкнувшись с колонной Чернецкого после короткого боя отошел к основным силам князя Хованского. Выслушав доклад нащокина, князь решил, используя эффект внезапности, напасть на колонну польско-литовских войск, для чего приказал совершить ночной переход к полонке. На рассвете 18 июня авангард русской армии столкнулся с войсками Чернецкого, которые уже были готовы к бою и выстрелились в боевом порядке. Предрассветный туманный дым от подожженных поляками домов скрывали истинную численность противника, имевший до 8000 конниц и до 4000 пехоты. Сходу атаковав неприятеля русским войскам удалось потеснить авангард польско-литовской армии. Отступление передовых частей Чернецкого убедило князя Хованского в необходимости развития успеха и продолжения наступления. Несмотря на отговоры второго воевода князя Щербатова и Змеева, которые призывали к осторожности и ссылались на недостаток информации о численности неприятеля, князь Иван Андреевич приказал атаковать. При следовании отступающего противника был послан полк Змеева, который при переправе через реку угодил в засаду. Драгуны Чернецкого с двумя пушками открыли огонь сбоку, а затем солдат Змеева атаковали коронные гусары с палашами. Не успев развернуться и перестроиться, понеся серьезные потери полк был вынужден отступить под прикрытием огня остальной русской армии. Сам Змеев на том бою был ранен. Видя наступление войск противника, Хованский сам возглавил встречную атаку правого фланга своей армии, направив удар на левый фланг армии Чернецкого, состоявший из литовских полков. Расчет Хованского оказался верным. Литовские части, уже не раз побежденные князем в предыдущих сражениях, не выдерживая напора русских войск, начали отступать. Как вспоминал Сапега, когда мы уже в огне стали кониться, нас с тылу обошла. От этого испытали мы большие трудности, ибо нас уже было окружили. Князостью Хованского он недооценил численность противостоящего ему противника. Русским не удалось развить успех из-за численного превосходства литовцев. В это время Чернецкий послал конные части под командованием Г. Военеловича в обход левого фланга армии Хованского. Делецкая засада, оказавшаяся слишком слабой, и контратака русских рейтер, несмотря на выказанные рейтерами прекрасные боевые качества, не смогли остановить наступление ветеранов шведской войны. Опрокинув левый фланг, Военелович вышел в тылу русской армии, возглавив гвардейскую дивизию коронных польских войск. Чернецкий атаковал в центр. Польские драгуны заняли переправу через реку и при поддержке кавалерии захватили позиции русской артиллерии. К этому времени оправившийся левый фланг польско-литовской армии под командованием Сапеги перешел в наступление. Исход решила атака польских гусар, опрокинувшая русскую конницу. В плен попал второй воевода, князь Щербатов. В виде отступления конницы, солдаты и стрельцы, отбивая атаки противника, отошли к Березовой роще, где приняли оборону, соорудив засеку. Атаки польской кавалерии на позиции русской пехоты не принесли результата. Отозвав свою кавалерию, Чернецкий сосредоточил на позициях русских войск огонь всей своей артиллерии. Видя невозможность дальнейшего сопротивления, русские командиры приняли решение о сдаче. Когда русские вышли из засеки для сдачи, Чернецкий отдал приказ конницы атаковать. От страшной резни спаслись и смогли организованно отступить только 800 стрельцов и 400 солдат, бежавших в Березовую рощу, которые позже вышли на соединение с Хованским около Полоцка, но не вся русская конница расселась. Смоленские рейторы произвели организованное отступление из поля боя, бились, нещадя голов своих и пехоту с собой отводили, и знамена с бою свезли, и пришли с бою в Полоцк разными дорогами. Также надо отметить, что полоцкая шляхта сохранила верность присяге. Вместе с Хованским организованно отступили 700 человек, а многие уже позже выходили к Полоцку самостоятельно. Князь Хованский, собрав остатки своей конницы и соединившись в районе мира и верховьев Немана с отступившими от Лихович драгунами и новгородской пехотой, забрал на реке Виле Полоцкий обоз с отрядом рейтер и отступил к Полоцку. Итоги и последствия Поражение армии Хованского под Поломкой на какое-то время изменило соотношение сил сторон на Литовском театре военных действий. Стратегическая инициатива была упущена. Блестяще спланированный упреждающий удар польско-литовских войск сорвал план наступления на Варшаву. Поражение повлекло за собой окончательное отпадение западной половины Великого княжества Литовского от царской власти. Небольшие гарнизоны Новогрудка и некоторых других городов капитулировали сразу оберести Гродно и Вельна после одно-двухлетних осад. Продвижение польско-литовской армии было остановлено только под Борисовом. Битва при Полонке стала рубежом в истории новгородского разряда. Произошел невиданный разгром, гибели пленения сотен дворян и детей боярских и более половины пехоты. Потеря обоза и всех животов ратных людей – все это негативным образом сказалось прежде всего на моральном духе новгородской конницы. Однако князю Хованскому удалось в короткий срок, собрав остатки своей армии, вновь начать активные военные действия на землях Великого княжества Литовского. Хованский восстановит силы новгородского полка. В полку были проведены реформы, а через два месяца после поражения под Полонкой по инициативе князя в новгородском полку появились роты, а затем и полк гусарского строя. Осенью 1660 года, в разгар боев на реке Баси, Хованский получил указ Алексея Михайловича со всеми ратными людьми выступить на противника куды лучи и пристойнее тотчас без всякого мощания. Выполнив приказ, князь Иван Андреевич выдвинулся с новгородским полком в глубокий тыл, обеспечив успех действий князя Юрия Долгорукова под Могилевым.